Привет! Меня зовут Эд и сегодня мы дальше будем говорить о здоровье, а именно о методах лечения народными средствами и народными способами кашля и сопутствующих заболеваний. Это бронхит, ларингит, боли в горле, красное горло, першение горла и так далее. Но самым важным является, конечно, кашель. Но все знают, что инфекция, когда поражает, например, горло, она потом может распространяться и в бронхи, и в легкие, и в носоглотку, и в нос. И тогда поражаются уже все органы. Поэтому, если воздействовать несколькими рецептами, даже просто на область носоглотки, то будет лечиться, конечно же, все в комплексе. Со временем пропадет и насморк, утихомирится кашель, не будут болеть бронхи и не будут драть бронхи, не будет развиваться воспаление легких. Все это, если вовремя начать лечение даже народными средствами, двумя-тремя любых поражений инфекционных носоглотки и горла, то болезнь дальше практически никогда не распространяется. Если все запустить, конечно, будет труднее и надо будет дольше лечиться. И наряду с народными средствами применять, возможно, и медикаментозную терапию, так как может развиться более серьезное заболевание, то есть инфекция может более серьезно развиться. Это может быть хороший бронхит развиться, даже воспаление легких, возможно, может развиться. Ну и так далее. Более тяжелые формы трахеита и так далее. Ангина, гнойная, это все тоже оттуда идет. Поэтому, чем раньше вы, двумя-тремя средствами народными, хотя бы народными будете начинать давить вот эту инфекцию, тем будет лучше. Сегодня я сделал отличную подборку самых эффективных рецептов в борьбе с кашлем и другими сопутствующими заболеваниями на основе калины, этого прекрасного куста, о котором всем знают. Вот он. Хотя ценность этого растения обширна, и для лечения различных заболеваний помогают и корни, и кора, и ягоды, и листья, для лечения конкретно носоглотки и кашля, нам подходят листья, цветы, если вдруг они будут, и, конечно же, плоды калины. Поэтому наберитесь терпения, и сейчас я вам поведаю самые лучшие несколько рецептов от кашля и сопутствующих заболеваний. Рецепт номер один, средство номер один. Нам потребуются листья калины, высушенные листья калины. Они иногда продаются в аптеке, иногда можно найти их у бабушек, а также заказать в интернете. Все это, в принципе, есть. Сухой лист калины. Я в аптеке пару раз видел. Значит, берем, готовим напиток. Берем сухого листа калины, примерно 150-200 грамм. Это несколько пачек. Или, если на развес вы будете покупать, 150-200 грамм. Вам этого напитка хватит на несколько дней. И смотря, сколько вы его будете пить. Если будете несколько дней, там до 5 и больше дней пить, запаситесь большим количеством сухих листьев калины. Итак, готовим первую порцию напитка. Нам нужно будет 2 литра чистой воды и 150 граммов сухих листьев калины. Сгружаем все в чистую, помытую идеально кастрюлю. Заливаем водой и нагреваем до кипения. Кипятим 5 минут. Выключаем и отставляем. И хорошо укутываем данный уже отвар эликсира. После того, как он полностью охладится, или охладится до комфортной теплой температуры, его можно слить. Принимать такой напиток можно в виде чая по 200-250 миллилитров 4-6 раз в день. Очень хорошо его применять при сухом кашле, при начинающем бронхите, а также при других инфекциях, как дополнительное средство. Используйте несколько моих рецептов, включая и этот рецепт. И любые заболевания, которые я перечислял, уйдут от вас за несколько дней. Как правильно и эффективнее принимать данный отвар? Хранить его можно в холодильнике, так как его много. Где-то на 2 дня примерно его хватит. Может максимум на 3. Отливаем себе 200-250 миллилитров, желательно до еды. 3-4 раза в день. Четвертый раз перед сном идеально. Дальше. Подогреваем до комфортно, хорошего, такого теплого состояния. И выпиваем. Можно выпивать просто, ничего не добавляя, но более эффективнее будет добавить 1 чайную ложку медика. Кому можно мед есть, кто тоненький, кто не страдает диабетом и так далее, можно добавлять даже десертную ложку меда. Медик, конечно, должен быть качественный. И тогда эффективность данного эликсира, данного напитка будет максимальная. Просто в теплый напиток добавляем, который мы подогрели, необходимый на 250 миллилитров, и добавляем медика. Хорошо все размешиваем и выпиваем. Медик должен быть желательно майский, но подойдет любой. Главное, чтобы он был настоящий, качественный, а не какой-то суррогат. Нам необходима кора колени. Ее можно выписать в интернете, можете купить и в аптеке. На будущее просто запаситесь себе данными продуктами, чтобы они у вас всегда просто были на полке, где-нибудь, где у вас хранятся травы. И тогда, как только наступит неприятный момент, то есть простуда, кашель и так далее, у вас уже, оказывается, все будет. Итак, достаем кору калины и делаем себе такой шикарный отвар. Он подойдет как основное и вспомогательное средство, если вы применяете несколько рецептов, при очень сильной простуде и сильном кашле. Берем 100 грамм коры, 100 грамм сырья, заливаем одним литром воды, доводим до кипения и кипятим ровно 3 минуты под почти закрытой или закрытой крышкой. Выключаем все, отставляем и хорошо укутываем на 2-3 часа. Потом можем слить в банку и поставить в холодильник. Принимать небольшими порциями, по 2 столовые ложки. Поэтому этого отвара нам, в принципе, хватит на 5-6 или даже 7 дней. Поставьте его в холодильник, и он будет в отличном состоянии. Дальше. Берем, вынимаем наш отвар и 3-4 раза в день, после еды, через часик желательно, просто выпиваем. После этого не есть и не пить 30 минут. Берем 2 столовые ложки и выпиваем вот этого эликсира. Вот, в принципе, и все. Он, конечно же, должен быть в подогретом состоянии, если вы его храните в холодильнике. Вот, в принципе, главные требования. Как я и сказал, он способствует отделению мокроты, а также угнетению различных грибков и вирусов, которые и вызывают воспаление носоглотки. Очень хорошим также средством является и другой рецептик из коры калинии. Берем сухое сырье, хорошо его дробим. Можно, в принципе, на блендере, даже можно подробить кору на кофемолке, только не очень мелко. Так, средненько, раз-раз-раз и достаточно, чтобы она была там миллиметра по 2-3 кусочки. Это идеальное состояние. Дальше. Берем 100 грамм горы и 100 грамм спирта. Спирт можно использовать аптечный, в принципе, любой. От 50% до 96%. Если хотите, можете 96% спирт немножечко разбавить. Но это не обязательно. Итак, заливаем 100 грамм коры калины, примерно 100 граммами спирта. Если не покроет спирт все сырье, значит, чуть-чуть добавляем, чтобы покрыло. Если покроет или выше, это самый класс. То есть, выше диета должно быть в вашем сосуде, в котором вы заполнили это все, например, в баночке, там, в пол-литровой баночке. Где-то 3-4 сантиметра спирт должен быть выше. Закрываем и постоянно взбалтываем каждый день в течение 7 дней. Ставим где-то на полочку. Данное средство спиртовое годное 3-4 года. Поэтому не переживайте. Один раз достаньте себе кору, немного отложите для отвара, а немного сделайте себе спиртовую настойку. И вам она пригодится в течение 3-4 лет. И на всякий случай она уже будет полностью у вас готова. После 7 дней можно все процедить и опять заполнить какую-то емкость и закрыть. Подписать. Настойка коры калины от простудных заболеваний и кашля. Ну и теперь самое главное. Как правильно принимать эту настойку, чтобы она эффективно работала. Если проблемы у вас не сильные, средненькие, и вы используете несколько рецептов, тогда берем 20 капель данной настойки коры калины и небольшое, маленькое количество воды, малюсенькое, 20 миллилитров. И капаем 20 капель. И перед едой, за 10 минут, желательно до еды, просто выпиваем эту микстурку. 3-4 раза в день. Если проблемы осложняются, инфекция прогрессирует, или очень серьезный кашель, бронхит и так далее, дозу можно увеличить до 50 капель на маленькое количество воды. Так же само 3-4 раза. Вот такой отличный рецептик, отличная настойка из коры калины от кашля, бронхита и других инфекционных заболеваний носоглотки. Следующий рецепт. Он экологически чистый и очень эффективный. Как для проблем носоглотки, инфекции, кашля, так и в качестве витаминного средства. Если вы достали калину, она может быть свежая, может быть чуть-чуть подвяленная. Очень часто бабушки продают подвяленную такую, чуть-чуть такую сморченную, так сказать, калину в веточках. Это тоже все подойдет. Берем калину, обрываем с веточек и в посудку, желательно не в железную, а в эмалированную или в какую-то еще засыпаем. Дальше. Хорошо насыпаем сахар, примерно столько же, сколько по объему ягод. И хорошо все растираем. Растирать, конечно, желательно толкушкой для пюре или чем-то еще, чтобы все очень качественно растерлось. Дальше. Добавляем туда примерно половину наших порций жидкого меда, чтобы это все законсервировать, чтобы это все могло храниться в холодильнике. Просто добавляем еще по объему не один объем, как мы брали, один объем ягод и один объем сахара, неважно какой, любой. Например, стакан ягод, стакан сахара и полстакана меда. Если вы хотите больше порцию сделать, значит, соответственно, все увеличиваете. Добавляйте после того, как вы полностью растерли, еще меда, и еще хорошо все разобрите. Все, все готово уже для, так сказать, консервации. То есть, мы не будем ничего консервировать, но мед это консервант. И вместе с сахаром он уже все законсервировал. И такое снадобье может храниться в холодильнике несколько месяцев. Просто потом ссыпаем все в баночку, и у вас такая будет витаминная смесь. Кстати, как я и сказал, ее можно использовать как профилактику авитаминоза, а также, чтобы ваш организм получал другие хорошие, ценные вещества. То есть, осенью, зимой, весной вот такой прекрасный микс ягод, сахара и меда пойдет только на пользу любому организму. А при возникновении кашля просто берем и одну ложечку раз, и желательно держим ее во рту, типа как рассасываем. Потом осторожно переминаем зубками, чтобы получилась более перообразная масса, и осторожно можно все глотнуть. Так можно принимать от кашля данный рецепт, данную смесь 5-6 раз в день. Желательно после этого полчаса не пить и не кушать. И все. Как я и сказал, такой рецепт очень хорошо работает с кашлем, а также дает огромное количество витаминов и полезных веществ нашему организму. И последний, также супер экологический рецепт с калиной и с медом. Почему он экологически чистый, вернее, экологически полезный рецепт? Потому что с медом есть много рецептов, я всех их посмотрел, и они мне немного не понравились, потому что везде нужно мед варить, а это нежелательно. Поэтому я скорректировал данный рецепт и даю вам самый классный рецепт калины с медом. Итак, желательно его, конечно, делать зимой, чтобы не заморачиваться, потому что зимой у всех есть батарея. Если вы в другое время года найдете что-то теплое и включите его, и поставите туда нашу субстанцию на несколько дней, то можно такое варенье сделать и в другое время года, когда у вас появится свежая калина. Но зимой, конечно, свежей калины не будет, наверное, только будет вяленая калина. Поэтому рецепт этот и для вяленой, и для свежей калины. Берем мед. Берем сколько угодно. Например, пол литра меда и пол примерно по объему пол баночки калины, ну, вяленой или свежей. Берем и эту калину просто сгружаем в обычный качественный цветочный мед. Идеально, чтобы мед был жидкий, то есть майский или липовый. просто один к одному нагружаем в мед нашу калину. Желательно это делать в какой-то посуде, чтобы хорошо растереть, чтобы не разбить стеклянную банку. Пробуем все хорошо растереть и, если это не в банке, все это переливаем уже в банку, нашу растертую калину и мед. И ставим на 7 дней в теплое место. Теплое место должно быть максимально теплое, где-то около 40-45 градусов. Это идеально. Если какие-то параметры чуть-чуть собьются, ничего страшного, главное, чтобы не было больше 50 градусов, потому что мед боится такой температуры, особенно если мы долго его будем хранить при более 50 градусов. Поэтому 40-45 градусов это идеально. Все, нашу смесь надо поставить в это место. Как я сказал, идеально например батарея, к батарее на табуретке банку примкнули и 7 дней она там стоит и так сказать в прогретом состоянии. Если вы найдете что-то еще, какой-то маленький обогреватель микроскопический, что-то еще и рядом поставите банку и это все будет работать, то так же все подойдет. Через 7 дней наше варенье натуральное, супер натуральное из калины и качественного меда готово. Как его принимать? Во-первых, его лучше хранить в холодильнике, хотя мед является консервантом, но лучше его хранить в холодильнике. Принимать идеально за 30 минут до еды по одной чайной ложке можно принимать 4-5-6 даже раз в день. человек большой, огромный, можно принимать до 6-ти раз в день. Даже можно по десертной ложке. Если вес небольшой, например, ребенок от 6-ти лет или 10 лет ребенок или женщина 50-60 килограмм, начинаем с половины чайной ложки ребенку, женщине по одной чайной ложке. Принимаем до еды, желательно через полчаса только кушаем. Просто берем, ложим в рот и 2-3 минутки все рассасываем, потом проглатываем и полчаса не кушаем. Все, это идеальная экологически чистый мед с калиной от любых проблем, инфекции носок и в частности кашля. Вот и все. На сегодня самые лучшие рецепты с калиной я вам и поведал. Спасибо за внимание. Ставьте мне пальчики вверх, кому нравятся мои рецепты от кашля и другие видео. Поддержите меня, поделитесь этим видео со своими знакомыми, в соцсети. Добавьте в избранное, напишите мне маленький комментарий, там, Эд, привет, или что-нибудь еще. Мне будет очень приятно. Это будет стимулом записывать и выкладывать для вас еще другие и другие различные рецепты. Не только от кашля, но и в целом для здоровья. Спасибо за внимание, до встречи завтра на моем канале и пока. Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы. Отвечу каждому. До встречи на моем канале. Всем удачи и мир вашему дому. субтитры и